Добрый день, уважаемые телезрители. У меня в гостях депутат Одесского областного совета, председатель фракции «Доверяй делам» Александр Ахмеров. Здравствуйте, Александр, спасибо, что пришли. Ну а говорить мы будем о предстоящих выборах Верховной Рады. Александр, вы представляете политическую партию «Оппозиционный блок. Доверяй делам». Почему ваша партия решила бороться за кресло в парламенте? Добрый день еще раз. Совершенно верно. На сегодняшний день мы представляем политическую силу «Оппозиционный блок. Доверяй делам». Дело в том, что эта необходимость назрела достаточно давно и сегодня, благодаря внеочередным парламентским выборам, мы можем реализовать наши давнишние планы. Речь идет о том, что сегодня есть необходимость в парламенте создать так называемое «Одесское лобби» и лобби муниципалитетов. Именно поэтому сегодня политическая партия «Доверяй делам» идет вместе с оппозиционным блоком на выборы в Верховную Раду Украины. В эту политическую силу вважли примерно 70 мэров крупных и мелких городов Украины, потому что только те люди, которые были избраны мэрами, обладают действительно поддержкой населения. Мы сегодня говорим о том, что, ну вы знаете, у нас идет борьба сегодня в так называемых мажоритарных округах, да, а мэры городов это такие, знаете, мега-мажоритарщики, вот это люди, которые выиграли абсолютно во всех округах, да, у себя на территории. То есть сегодня рейтинг Геннадия Труханова, Геннадия Кернеса, это 50+, да, это люди, которые выиграли в первом туре, это мэры и мэр Ужгорода, это и мэр Славенска, это и мэр Мариуполя, то есть это все те люди, которые обладают определенным кредитом доверия от горожан. Именно поэтому сегодня есть необходимость защищать муниципалитеты, и мы говорим о том, что это партия муниципалитетов. Сегодня для того, чтобы создать здоровое лобби в парламенте, необходимо быть представленным Верховной Раде. Это и за счет мажоритарщиков, те, которые идут от регионов, те, которые идут от крупных городов, более мелких городов, это и мэры городов. Одним из тезисов будущей компании было то, что все, знаете, очень боялись, когда мы говорили с людьми на округах и проводили работу, все говорили о том, что нет, мы не хотим, чтобы наши мэры уходили в парламент, мы хотим их оставить у себя, нам подходит, нам нравится на сегодня. Люди доверяют, люди видят уже работу. Доверяют, конечно, люди доверяют мэру, и мэр дал слово, что он не останется в парламенте, что он ведет за собой свою политическую силу. Это действительно знаковые люди. Об этом на съезде заявил Геннадий Кернес, о том, что он тоже не останется в парламенте, он будет продолжать свою работу в городе. И Геннадий Труханов сказал о том, что он останется в городе, потому что сегодня действительно нам есть чем гордиться. Ну, мэры это, получается, локомотивом основного состава, скажем так. А по какому принципу подбирались кандидаты, которые идут по спискам позиционного блока, либо идут по мажоритарным округам? Какими качествами должен был обладать претендент на должность? Это решалось. Список политической партии голосовался на съезде. Это решалось путем открытого голосования. Туда вошли наиболее рейтинговые, наиболее знаковые люди, которые действительно обладают определенным кредитом доверия, как принято говорить, на своих территориях. Это люди, которые прошли не одну кампанию. Это люди, которые являются на сегодняшний день руководителями крупных предприятий. Это люди, которые являются, если говорить об Одессе, то это люди, которые являются депутатами городского совета. Это люди, которые сегодня проводили определенную работу, которых знают и которым доверяют. Каковы ваши основные приоритетные задачи, которые вы ставите, скажем так, при работе в парламенте? Основная задача это все-таки защита муниципалитетов. Я бы сформулировал это так. Сегодня, вы знаете, очень модно говорить о каких-то языковых вопросах, о религии. Масса вопросов есть, которые сегодня отвлекают нас всех, и в первую очередь горожан, вот горожан, от проблем насущных. Сегодня мы говорим оппозиционный блок. Да, мы в оппозиции. Мы в оппозиции к тарифам. Мы в оппозиции сегодня к тому, что происходит в системе местного самоуправления. Мы в оппозиции к тому, что сегодня нужна реальная децентрализация. Мы говорим о том, что мы в оппозиции, и не хотим, чтобы те полномочия, которые сегодня были задекларированы, остались на уровне Киева. Мы хотим, чтобы они перешли в регионы. Мы сегодня в оппозиции к тем реформам здравоохранения, к реформе образования и так далее. То есть, сегодня мы говорим о том, что мы идем в парламент менять эту систему. Как будете менять? Есть ли уже какой-то план по изменению? Конечно, конечно, есть план. В списке партии, в том числе и в первой пятерке, есть люди, которые не единожды были представлены в парламенте. Это и Евгений Мураев, это и Александр Вилкул, это парламентарии со стажем. Более того, политической силой наработано более 1700 законопроектов, которые в той или иной степени нуждаются в какой-то доработке. Сегодня с ними прошел, так сказать, если можно сказать, модным словом апгрейд. То есть, были внесены наши предложения, потому что в оппозиционный блок вошло и партия «Наши» Евгения Мураева, и оппозиционный блок, и партия «Мира и развитие» Новинского, и «Доверяй делам», и «Видроджиня». То есть, это некий симбиоз тех политических сил, регионально представленных, которые действительно сегодня понимают, что они делают, и им есть чем гордиться. Что касается децентрализации, какой должна быть эта реформа? Что сегодня не хватает, и что нужно поменять? Вы знаете, основным тезисом, если говорить просто, и чтобы было понятно телезрителям, я представлял нашу политическую силу на форуме будущего городов, который прошел в Харькове. И основным лейтмотивом, что звучало от мэров городов, в том числе и Одессы, мы говорим следующее. Мы говорим о том, что нам не нужно помогать. Просто не забирайте у Одессы, не забирайте у Харькова, не забирайте у Мариуполя, не забирайте у Ужгорода. То есть сегодня это достаточно самостоятельные громады, это достаточно самостоятельные мэры, это достаточно самостоятельные депутаты, и те структурные подразделения, которые сегодня работают в этих городах, те предприятия, те градообразующие предприятия, если мы говорим о Черноморске, если мы говорим о Южном, мы говорим о Теплодаре, то что касается Одесской области, Мы говорим о машиностроении в Харькове. То есть это сегодня вот та реальная реформа децентрализации, которая необходима на местах. То есть по сути не мешайте работать, просто дайте собственно развиваться на местах и будет всем хорошо по сути. Дайте работать и развиваться на местах. Вчера Геннадий Труханов проводил совещание с специалистами. У нас есть проблема транспортная, связанная с портом, связанная с эстакадой, связанная с евротерминалом. Когда-то порядка 70% денег и бюджета от порта оставалось в городе. Сегодня город, сегодня город от этого предприятия не получает ничего. А порт находится в самом сердце Одессы под Потемкинской лестницей. Вот вы вдумайтесь в это и сегодня есть действительно целый ряд государственных предприятий, которые сегодня, по нашему мнению, должны тесно сотрудничать с муниципалитетами. Сегодня мы должны создать некую структуру и некую модель и частного государственного партнерства, в том числе и партнерства муниципалитетов с государственными предприятиями. Это и припортовый завод, мы говорим о Южном, это и Черноморск, ну и так далее, и так далее. То есть все вот эти моменты, они не могут решаться на уровне муниципалитетов. Безусловно, это нужно прописывать законодательно. Поэтому сегодня мы приняли для себя решение идти в парламент для того, чтобы менять эту ситуацию. Ну, с одной стороны, да, действительно очень странно, что порт находится в центре Одессы, используются те же дороги и инфраструктура города, при этом город ничего с этого не получает. Конечно, это и вопросы агломерации, то есть сегодня есть большое строительство на границе города, да, мы говорим о Радужном, мы говорим о Сахарова, то есть сегодня эти вопросы нужно решать. Сегодня там сдаются десятки, сотни тысяч квадратных метров жилья, но у нас нет инфраструктуры. То есть сегодня у нас, мы говорим о том, что у нас переполнены детские сады, мы говорим о том, что у нас переполнены поликлиники, мы говорим о том, что у нас сегодня стоит очередь в школы. Не хватает больниц опять-таки. Не хватает больниц, мы говорим о медицинском ослуживании и так далее. Однако эти вопросы не решаются, и они должны быть урегулированы законодательно. Именно поэтому, а те люди, которые сегодня идут в парламент, это те люди, которые являлись депутатами местных советов не единожды. И кому как не им знать тот социальный нерв, который сегодня присутствует на округах, который сегодня запрашивают горожане. Основным, скажем, одно из приоритетных направлений, которые вы указываете в своей программе, это все-таки мир в Украине. Каким образом, каким способом ваша партия собирается добиваться? Вы знаете, наверное, это основа всех основ. Без мира, без стабильности невозможно ни о чем говорить. Опять же, приведу пример того форума будущего городов, который я имел честь посетить в Харькове. Выступал мэр Мариуполя и рассказывал о том ужасе, с которым столкнулся город в 2014, 2015, 2016 годы. Сегодня население Мариуполя увеличилось на 150 тысяч человек. Вдумайтесь в эти цифры. Сегодня вся Украина столкнулась с проблемами переселенцев. Сегодня вся Украина столкнулась с проблемами социального обслуживания, медицинского обслуживания. И целым спектром проблем люди сегодня потеряли свои дома. Люди сегодня потеряли работу. Сегодня фактически прерваны инфраструктурные проекты. Сегодня нет товарооборота и так далее, и так далее. То есть весь этот спектр вопросов, он безусловно связан с восстановлением мира. Поэтому приоритетной задачей, задачей номер один является восстановление мира. Вы знаете, в войне нет победителей, потому что это страшно, это ужас, это тысячи потерянных жизней, это не вернувшиеся с фронта отцы. Поэтому, наверное, все-таки восстановление мира это задача номер один. Но как этого добиться? Сегодня, скажем так, каждый пытается сказать, что мир должен быть. Но есть ли программа? Я бы не хотел углубляться. Есть, конечно же, программа. Сегодня Украина, на наш взгляд, теряет некие позиции на международной арене. Безусловно, это должна быть некая работа, очень серьезная работа дипломатического корпуса с привлечением наших партнеров, наших международных партнеров, которые бы могли стать некими гарантами тех договоренностей, которые будут достигнуты. Я не могу не спросить о еще одной оппозиционной платформе «За житя», она тоже будет в списках. Есть ли намерения, рассматривались ли такие предложения объединиться и пойти общим, единым блоком, для того, чтобы привлечь как можно больше избирателей, скажем так. Если нет, то почему? Дело в том, что у нашей политической силы есть своя программа. Я не готов обсуждать ту политическую силу, о которой вы спросили. У них, наверное, есть что-то свое. Возможно, это кому-то нравится. Мы не совсем согласны с тем списком, который сегодня представлен у этой политической силы. Мы считаем, что те люди, которые находятся в этом списке, они недостойны быть в нашем парламенте. И, безусловно, с ними у нас нет ничего общего. Хорошо. Что касается внеблоковости Украины, в программе вы подчеркиваете о том, что вот этот пункт должен быть в Конституции. Насколько это принципиально? И неужели будет настолько плохо, если Украина вступит в тот же блок НАТО? Ну вот смотрите, давайте говорить откровенно. Отсутствие территориальных претензий к соседям – это одно из главных условий членства в Альянсе. Сегодня у нас есть аннексированные Россией территории. Мы говорим о Крыме. У нас сегодня есть Донбасс, вооруженный конфликт на Донбассе. Ну, на наш взгляд, говорить о вступлении в Альянс сегодня, как минимум, преждевременно. И второе, наверное, неуместно. Потому что есть условия, при которых нас туда не возьмут. Поэтому, в первую очередь, мы, наверное, должны решить эти вопросы, а потом уже говорить о чем-то другом. А вообще нам нужно ли куда-нибудь вступать? Вот откровенно говоря. Вы знаете, нас все время, вот мы говорили, говорим и будем говорить о том, что нам все-таки нужно, наверное, больше заботиться о наших горожанах, отстаивать, наверное, все-таки муниципалитеты, навести порядок сначала у себя дома. Да, вот каждый в своем дворе. Наверное, сегодня нужно сделать так, чтобы не ломали элементы уличной мебели в Парке Победы. Сегодня мы говорим о том, что восстановлен и заново заиграл Стамбульский парк, Греческий парк. Сегодня идет реставрация дома Русова. Это те проекты, которые не делались вообще десятилетиями. Сегодня восстановлена Потемкинская лестница. Сегодня построен с нуля за годы независимости европейский лицей. Действительно учебное заведение европейского уровня. Со своей новой системой питания для школьников и так далее. То есть сегодня существуют грабительские тарифы, против которых мы возражаем. Сегодня мы считаем, что ТЭЦ мы должны передать, государство должно передать в город, для того, чтобы мы могли эффективно управлять ней, для того, чтобы те теплопотери не достигали 30%. Вот, наверное, нужно говорить об этом. А это снижение тарифов, а это, естественно, уменьшение расходов, расходов простых горожан, что существенно сэкономит бюджет семьи. А бюджет семьи сэкономлен, это дополнительная возможность отдохнуть для детей, для родителей. Это дополнительное привлечение сюда инвестиций. Это дополнительное привлечение инвестиций, значит, дополнительные рабочие места. Это дополнительные инфраструктурные проекты. То есть, наверное, все-таки надо начинать с себя. Что касается борьбы с коррупцией. С ней боремся уже, по-моему, сначала независимости и никак побороть не можем. Ваше мнение? Я бы высказал такое мнение. Действительно, борьбу с коррупцией нужно вести, но, наверное, вести не на словах, а на деле. Сегодня это, опять же, стало каким-то новым, не знаю, трендом или брендом в тех или иных лозунгах, тех или иных политических сил. Сегодня все борются с коррупцией. Сегодня создано очень множество различных организаций по борьбе с коррупцией. Но давайте посмотрим с другой стороны. А эффективность работы этих объединений, ну, она близится к нулю. Потому что сегодня законодательно вот тот центр административных услуг, который сегодня создан в Одессе, да, из-за которой нам так тяжело приходится оправдываться перед всеми правоохранительными органами. И, слава богу, суд первой инстанции поставил точку в данном вопросе. Вот это, наверное, элемент борьбы с коррупцией. Наверное, это и есть уменьшение вот того влияния человеческого фактора, который присутствовал все это время. Да, когда человек имеет возможность прийти в одно место, получить справку с одного учреждения, с другого, с третьего. И в одном месте расположены все эти органы. Причем там существует электронная очередь. Там нету таких слов, как придите завтра. Мы сегодня не можем. Что, конечно же, создает дополнительные элементы для того, чтобы эти коррупционные риски возникали. Поэтому, наверное, опять же нужно начинать с себя. И сегодня тот центр административных услуг, который существует, вот, наверное, единое окно. Это и есть элемент борьбы с той коррупцией, о которой вы спрашиваете. Сегодня я знаю, что представители вашей партии проводят встречи с избирателями. Да. И обычно эти встречи затягиваются на несколько часов. Люди могут задавать вопросы, получают окровенные ответы. Какие основные вопросы сегодня задаются на встречах? Что больше всего волнует одесситов? Целый спектр вопросов сегодня обсуждается на встречах с избирателями. Это в том числе и, наверное, проблемы тех, которые волнуют людей больше всего. Это проблемы местные. Да, это проблемы, опять же, тех же тарифов. Это проблемы вывоза мусора с территории, там, где есть частный сектор. То есть, люди говорят о том, что да, мы хотим, чтобы наш город был представлен определенным лобби в парламенте. Мы хотим, чтобы люди сегодня, благодаря вот этой мажоритарной системе, знали своего депутата в лицо. Мы хотим, чтобы сегодня в парламенте были те люди, которые прошли определенный путь, да, то есть, они что-то сделали. Именно поэтому наша политическая сила называется доверяй делам. И мы говорим просто, не смотрите на красивую обертку, не слушайте красивых речей, потому что политики, это, знаете, те же артисты, да, они могут красиво говорить, и зачастую очень многие так и делают. Но за этой красивой оберткой не стоит ничего. Поэтому мы говорим, смотрите просто и доверяйте делам. Партия «Оппозиционный блок» планирует ли сотрудничество с другими партиями, которые пройдут в Верховную Раду, и в том числе с президентом? Как будет налаживаться работа? Партия «Оппозиционный блок» открыта к диалогу. Мы готовы сотрудничать с абсолютно всеми политическими силами, которые предложат реальный выход из кризиса. Реальный выход из кризиса, хочу подчеркнуть. Не на словах, не за декларированный, не за красивыми меморандумами и так далее, а именно реальный выход из кризиса. Это реальные законопроекты, это реальная защита муниципалитетов, это направление государственных субвенций в регионах, это поднятие уровня жизни каждого отдельно взятого человека, это повышение социальных стандартов, это улучшение качества медицинского обслуживания, это укрепление обороноспособности нашей страны. Если мы найдем понимание и найдем отклик в глазах других политических сил, безусловно мы будем сотрудничать в данном направлении. Есть те политические партии, с которыми вы не стали бы, скажем так, налаживать отношения? Давайте мы посмотрим, кто пройдет в парламент. Я надеюсь, что и есть такая уверенность, что все-таки на сегодняшний день избиратели хорошо ориентируются в тех вопросах, связанных с выборами. Я думаю, что те рейтинги, которые сегодня существуют, они говорят о том, что вот те популисты, которые были представлены в Верховной Раде предыдущего созыва, они сегодня потеряли все шансы на прохождение в парламент. И, наверное, это неспроста. Люди посмотрели, что за красивыми лозунгами ничего не стоит, ноль реальных дел, одни выступления и больше ничего. Я думаю, что у нас очень грамотные, очень мудрые люди, они сделают правильный выбор. У нас есть полторы минуты осталось до конца эфира. Тезисно, почему должны проголосовать за оппозиционный блок? Я бы сказал следующее. За оппозиционный блок должны проголосовать люди, которые видят реальные дела, которые были сделаны на местах. Мы сегодня можем выйти на улицу и посмотреть, что сделано, дать этому свою оценку и сделать правильный выбор. Правильным выбором будет партия номер один в избирательном бюллетене. Что ж, спасибо большое. Я думаю, что партия номер один в избирательном бюллетене и вам этот номер не случайно достался. Судя по всему, с таким большим охватом мэров городов, которые к вам присоединились, которые объединились, скажем так, и программой, у вас есть большие шансы, скажем так, на изменение той ситуации, которая сегодня есть. Мы уверены в своей победе. Напоминаю, у меня в гостях был депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров. С вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. До новых встреч. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова